всем привет с вами канал кастом rc и сегодня у нас долгожданное продолжение судна на воздушной подушке все кто не смотрели первую часть и вторую обязательно посмотрите и потом приходите сюда в общем сегодня у меня по плану должно было быть то что я сделаю полностью верхнюю кабину установлю импеллер и подготовлю так сказать наше судно к испытаниям но перед тем как полностью собирать все по чистовую я решил все-таки немножко испытать саму платформу насколько она вообще ездит может быть нужно внести какие-то коррективы потому что все это гораздо проще сделать еще на стадии только когда нету полностью всей кабины когда уже все не закончено поэтому сегодня мы займемся с вами тем что поставим импеллер но сюда назад проведем с вами испытания и если все будет хорошо то уже в следующем выпуске мы соберем полосу настройку сделаем ее красивые там с фарами все как полагается и собственно говоря закончим проект поэтому сегодня начнем работу по установке импеллера и испытанию погнали для того чтобы закрепить импеллер в задней части он будет крепиться прямо над нагнетательным мотором поэтому нам сейчас нужно будет сделать импровизированную раму из алюминиевого уголка на которую уже будет крепиться импеллер и сама рама уже будет прикручиваться к верхней палубе потребуется вот такой вот профиль п-образный профиль размеры у него 15 на 10 вот такой вот и толщина со самого алюминия по моему полтора миллиметра а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крепление импеллера к раме готово. Держится очень крепко, то есть никуда ничего не денется. Товарищи специалисты, не переживайте. Вот эта вот часть от этой части будет отделена. То есть у этого двигателя будет свой воздухозаборник, у этого двигателя свой. То есть они будут раздельны и друг у друга не будут воровать воздух. Воздуха всем хватит. Передняя часть также будет отделена от заднего импеллера. То есть импеллер будет стоять над этими моторами. И их потоки не будут пересекаться вообще никак. Теперь нужно поставить серву рулевую. Вот сюда вот назад. И закрепить здесь крепление под аккумулятор. Или, наверное, даже здесь. Еще пока сейчас не решил. Сейчас походу уже сориентируюсь. Играет музыка. 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 Серва установлена Плюс вывел регуляторы сюда наверх, закрепил их Теперь самое интересное, нужно сделать правильную развесовку Потому что если ее не будет, то наше судно на воздушной полушке будет крениться То есть развесовка должна быть максимально ровной, чтобы максимально ровная была нагрузка Мне нужен один 3С аккумулятор для питания нагнетающих двигателей И один 6С аккумулятор для питания самого импеллера В этом, собственно говоря, и проблема Потому что не получается разместить так Вообще в идеале надо размещать вот здесь, в центре Чтобы все ровненько и никуда не падало Чтобы было примерно вот так Если сместить аккумуляторы куда-то назад, то получается перегруз прям конкретный Как вы видите Так что сейчас буду думать над тем, куда расположить лучше аккумуляторы Заклею импеллер и встретимся с вами на тесте Что же, мы на месте тестирования нашего СВП И перед тем, как тестировать, ребята, я вам хочу сказать Соблюдайте технику безопасности Сегодня поставил карбоновые винты Думаю, сделал, чтобы круто было, чтобы жестко было И жестко получил по пальцу Расслабился, засунул руки, когда работали винты В общем, раскромсал Кто подписан на мой инстаграм, можете посмотреть Там есть фото без цензуры В общем-то, что я сделал? Как я говорил, поставил аккумуляторы Все закрепил на стяжку И вообще, для чего все это я задумал, скажем так Для того, чтобы проверить платформу Сейчас она находится в самых худших условиях, каких только может быть То есть, все потоки соведены в один То есть, ничего не разграничено То есть, это самое худшее для нее условие Сейчас наряженный вес 3,6 кг В дальнейшем он чуть-чуть вырастет Это, я думаю, до 4 кг общая масса будет И давайте сейчас проверим Насколько она вообще работоспособна в таком виде Ох! Нагнетательный мотор я подключил на третий канал Сейчас его включу То есть, можно регулировать его интенсивность Потому что полный газ не нужен на них В принципе, хватает как бы даже там где-то процентов 60 Тестировать будем на снежном покрытии То есть, обычное снежное поле Я надеюсь, все получится Снежный покров достаточно большой То есть, вот здесь вот я местами проваливаюсь по колено Тестировать будем на снегу Посмотрим, как сейчас поедет или не поедет Итак, запускаем нагнетательные двигатели Подушка надулась О, классно! Я даю сейчас примерно 10% газа От импеллера Да, конечно, управляемости у этой штуки нету Ну, точнее, она есть, но она очень специфичная Страшно вообще представить, сколько будет Как она будет мчаться, если дать полный газ на импеллеры Да, по управлению очень специфичная вещь Но ее основной конек-то это не рулежка Ее основной конек-то проходимость Как видите, она едет по снежному покрову, который очень глубокий И вообще не оставляет никаких следов абсолютно Класс! Слушайте, ну платформа ездит Причем ездит она в самых худших условиях То есть там все прям, как видели, даже аккумуляторы перед импеллером То есть у нее нет газки О, развороты пошли Так, сейчас немножко подтремирую Да, она очень требовательна к рулю Нужно как-то думать о стабилизации, чтобы она ехала более-менее ровно Возможно, надо ставить будет гироскоп, скорее всего Воу-воу-воу-воу Так, сильно нельзя разгоняться, иначе происходит взлет Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подводя итог Тест пройден Я, в принципе, рад, что я все-таки додумался сделать тест самой платформы Пока к чему пришел и каким выводам Может быть, еще что-то дополню Первое, это импеллер здесь вообще не нужен Здесь не нужна вот эта мощность его Поэтому от него можно отказаться То есть отказаться от импеллера От 6S аккумулятора, который дает лишний вес Во-вторых, нужно ее облегчить Потому что, в принципе, она достаточно уверенно себя ведет Но если поставить обычный винт, она станет гораздо легче И будет, мне кажется, получше, пободрее, поинтереснее И нужно что-то думать с раскачкой Точнее, даже не с раскачкой, а с взлетом Когда она выходит на максимальную скорость Тоже надо будет погуглить на эту тему Может быть, вы что-то подскажете Напишите в комментариях, как можно улучшить данную платформу И уже в следующем выпуске мы ее с вами полностью соберем Красиво, с корпусом, чтобы все было хорошо Поэтому, чтобы не пропустить финальную сборку СВП Подпишитесь на канал, если вы не подписались Ну и, конечно, с вас палец вверх И до скорой встречи, всем пока!